Продолжение следует... Скажем так, хозяйственная бытовая вещь была приобретена по просьбе моей любимой девушки. Она у меня любит кататься на велосипеде. И эта вещь, небольшой аксессуар, скажем так, необходимость. Значит, опять-таки интригу плести не буду. Я замечательно знаю, что там внутри. Вот. Это... Велосипедный фонарик. С креплением на руль. У нас больше ничего нет. Итак, значит, крепление отдельно. И, собственно, сам фонарик. Так, ну давайте смотреть. Вот так это дело всё выглядит. Помятенькая коробочка. Вот такой фонарик. Ну, собственно, ничего... Такого особенного в нём нет. Нет фонарик, как фонарик. Линза. Диод. Вот здесь кнопка в торце. Батарейки, насколько я понимаю, нет. Ну-ка. Ага. Здесь... Такой блок на три мини-пальчиковых батарейки. Ну, или, собственно, на одну большую батарею. Не помню, как... Какого стандарта, как правильно называется. Вот. Ну, в общем, такой себе обычный фонарик. С какой-никакой подстройкой, как я понимаю. В таком положении он даёт широкий рассеянный пучок света. В таком положении он даёт узкий направленный луч света. Вот. Переходим, собственно, к самому креплению. Вот это самое интересное. Фонарик, как бы... Фонарик, как фонарик, таких много. Их можно купить практически на любом прилавке. С подобными вещами конкретно в городе Харькове. Вот. Ну, и вообще, в общем-то, в Украине. А вот это крепление, вот это уже поинтереснее. Вот. Крепление пластиковое. Вот на него интересно, конечно, посмотреть. Вот так это всё дело выглядит. Пластик. Вот здесь крепится сам фонарик. Вот так. Вот здесь зажимается виндом. Можно... Укреплением можно пользоваться без каких-то дополнительных инструментов. Ну-ка, 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 ну-ка. Скажем так, фонарик держится, но держится ненадёжно. То есть, в принципе, можно его вот так вытащить. Ну, надеюсь, что сам по себе выпадать не будет. Вот. Вот эта часть с резиновой... Такой... С резиновым таким уплотнительным колечком крепится на руль. Вот таким образом. Вот. Ну и дальше, как я понимаю, ну, подстраивается как... Ну, вверх-вниз, куда бы там не светить. Вот. Ну, как бы... Скажем так, откровенно. Смотря на всю эту вещь... Видим, собственно, что... Ну... Обошлось мне это всё дело вместе с фонариком и креплением. Продаются они вместе с комплектом. Примерно в цену около 4 долларов. То есть, на самом деле, ну, сущие копейки, по большому счёту. Вот. Фонарик. Таким же фонариком у меня достаточно долго пользуется друг. Бюджетный такой вариант. То есть, ну, светит и светит. Ничего особенного за эти деньги. Но, тем не менее, вещь работает и полностью выполняет свои функции. Никакой такой водонепроницаемости здесь речь не идёт. Ну, я надеюсь, он выдержит какой-нибудь небольшой дождик, если случайно попадёшь. Конечно, ну, под большим ливнем, скорее всего, протечёт и перестанет работать. Но, тем не менее, фонарик, как бы, для поставленной задачи. Я надеюсь, что будет с ним справляться. Теперь, собственно, о креплении. Крепление полностью пластиковое. Честно говоря, выглядит немножко хлипковато. Это, как бы, отдельно для канала Каркаран АЛ и его владельца Дмитрия. Да, он был прав. Всё-таки это крепление выглядит хлипковато. Не внушает особенного доверия. Ну, поставим, попробуем. Надеюсь, хотя бы не рассыплется, не сломается первую неделю. Ну, а там дальше будет видно. Вот. На самом деле, на этом всё. Всё, что хотел об этом рассказать, рассказал. Вот. Кому интересно, где купил, ссылка будет в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Если вам видео понравилось, нажимайте ваши пальцы вверх. Если видео не понравилось, также буду рад любой объективной критике, также в комментариях. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok